До войны мы были лучшими, самыми дорогими диджеями города Харькова. У нас было очень много интересных проектов, связанных с музыкой, с развлечениями, с мероприятиями. Мы делали, реализовали очень много крутых, действительно интересных проектов. То есть мы дарили счастье людям. Меня зовут Андрей Кучурявенко. Я из Харькова. Занимаюсь сейчас волонтером, до войны диджей, артистом. То, что произошло тогда в этом здании, это сложно именно вспомнить одним рассказом за один раз. Это как-то всплывает моментами, оно как вот кусками. На момент выбуху у нас было шокование. Я помню моменты, когда мы проснулись, я помню моменты, когда нас построили. А потом была просто команда «воздух», мы всем взводом упали на землю. И началось просто, я не знаю, как это даже правильно объяснить. Это как вот резкий-резкий удар в тебя, как вот, не знаю, как будто бы сильный-сильный боксер тебя резко бьет. Ты ошеломляешься, ты не понимаешь, что происходит. У тебя мгновенно закладывают уши, ты дезориентирован. Шел Влад, шел я. Влад попал под перекрытие. Ребята, которые шли перед Владом, к сожалению, не выжили. В момент, когда я понял, что происходит, меня засыпало полностью с головой, но засыпало, получается, мелкой фракцией, бетоном с перемешку с ракетным топливом, с горючим. У тебя, ты падаешь на землю, ну на пол точнее, тебя засыпают полностью с головой. Вот ты пытаешься вздохнуть, но на первом же вздохе у тебя полностью обжигает все, потому что цемент в перемешку с ракетным топливом. Я же начинаю искать Влада, вопросы, где Влад, кто видел Влада. То есть потом я уже Влада там, ну, как бы, ну, что я могу сделать? Связи нету, его никто не знает, где он есть. Ну, сложно было тогда что-то предпринять. Он мне тогда позвонил. Позвонил и сказал, что, цитата, Братан, все хорошо, я живой, сломал ногу, через месяц вернусь к тебе. Я Влада увидел первый раз недели через две после произошедшего. Я вам хочу сказать честно, у меня тогда была такая буря эмоций, которую было максимально сложно показать и объяснить, потому что я вроде бы очень рад был его видеть, соответственно. Но мне было его настолько жалко, но у меня была такая злость вселенская на все это. И больше всего, вот, момент какой-то, знаете, то ли беспомощности, что ты ничего не можешь с этим сделать. Как сильно меня поранило, я не понимал, достаточно долгий час. А, как выяснилось уже позже, то у меня было 25 переломов, сломанных 12 ребер, 5 дисков в спине, ноги. И, кажется, еще что-то, я не помню, что-то еще. Очень. Мне его не хватает. Серая зона – это временно неподконтрольная никому территория. То есть есть граница, где стоят войска Российской Федерации. Есть граница, где стоят Збройные силы Украины. Зона, находящаяся между ними, называется Серой зоной. Как-то так сейчас выглядит горизонт. Все спалено, все разрушено. Сейчас там, не знаю, будет видно, не будет. Там, вот, еще куска дома нету. Люди, находящиеся там, помогать таким людям тоже нужно было. Соответственно, людей, которые были бы готовы поехать в Серую зону, было очень мало. Потому что это за позиции наших военных. Мы знали то, что мы едем под прямым прицелом снайпера. Очень. Мы были очень напуганы. Было очень страшно. Но тогда у тебя в голове есть четкое понимание, зачем ты туда едешь. Ты просто едешь. Ну, потому что нужно. Мы ездили туда очень часто. Мы ездили к ним раз в два, в три дня. Нужны были медикаменты. Ну, и, соответственно, как и всему городу, нужна была еда. Нужны были стройматериалы. Это не люди. Ну, как? Как здравый человек просто вот так может расстрелять кому-то дом? Просто вот для себя. Я не знаю. Ну, как это сказать? Посмотрите. Ну, это город. Здесь жили люди. Это чьи-то дома. А сейчас здесь нет ничего. Я не думал, что можно так чего-то бояться. Я не думал, что так можно кого-то ненавидеть. Я не представлял. Я всегда относился с большим уважением ко Второй мировой войне, к вкладу наших прадедов, дедов. Сейчас я смотрю на все это. Я надеялся, что мы никогда больше этого переживать не будем. И для меня это меняет полностью тебя. Это все жилые дома. Ну, и для понимания, это же был один дом. Не два. Ну, вот такие эмоции я могу испытывать при этом, кроме злости и ярости. Я не знал этих людей, возможно. Может быть, знал. Я не знаю. Но это люди. Это простые, живые люди. Это не человеческое отношение в целом. Я не был никогда волонтером, гуманитарием. Я относился к людям нейтрально. Я всех людей уважал, никого не презирал. Сейчас, после увиденного, после прожитого, после пройденного, мы всей страной получили такие глубокие травмы, которые мы понимаем, что они уже не решатся просто так. Вы понимаете, у нас украли жизнь. Просто взяли и украли жизнь. Потому что Изюм находился долгое время в оккупации, в полном информационном вакууме. Он не имел доступа ни к теле, ни к радиовещанию. И поэтому для людей здесь это сейчас важно. Это здание когда-то, очень давно, это был ресторан ювелейный. И за пару месяцев до войны мы с Владом, у нас был определенный бизнес-план. Мы хотели взять суду и открыть здесь действительно свежий, классный ресторан. Уже по последнему слову техники. Но сейчас увидите, что от него осталось. Это предупреждающая вывеска о том, что здания могут быть заминированы, и в них могут оставаться еще не разорванные снаряды, поэтому в них не заходить. На камеру могу сказать, это выражение моей гражданской позиции, что в целом я думаю о людях, которые пришли на нашу землю. Я думаю, я не буду это озвучивать. Звучит это не очень культурно, но смысл понятен. Так, оп. Это трошки закрученнее. Так. Читко! Он не укусит. Просто поправили, оправите, и все. Чего ты? Меня не фотографируют, я так плохо. Вы уже старая баба. Читко! Так что проходите, проходите. Ой, будьте таким, как Владик. Не переживайте. Все хорошо. Все доброе. И все будет доброе. Да, должно быть доброе. А разве может быть как-то иначе? Да, мы только что ездили, смотрели на центр «Изюма». Ну, понравился? Очень, нет. Гарный, да? Был. Для меня это трагедия, конечно. Я жить не хотела, честно. Я еле пережила это все. Дякую. Будь ласк. Красавчик. Владик, ты нас видишь? Владик. Он у нас всегда строгий. Бабушка, ты неправильно рассказываешь, что так надо, да? Да. Тобе что передать? Что мне передать? Картошки? Цибули? Да. Чи там кусок сала? Из Украины? Да нет, не надо. Его на границе не пустят. На границе не пустят? А оно ползком, ползком. Владик, так скажут, что ты от бабушки. Все хорошо, видите? Живой, веселый, довольный, щекастый. Да. Я побачила уже его. Чего вы плачете? Все же хорошо. Я дивлюсь, что ты кажешь, Владик. Он худющий. Ты что? Он меня сегодня прислал. Он страшный худенький. Вы видели его в Украине? Я считаю, что эта профессия сейчас тоже нужна. Люди настолько морально устали, что им просто нужна какая-то отдушина, какой-то элемент праздника, счастья. Потому что, ну, сколько можно, ну, постоянно бояться, постоянно сидеть в заперти. И мы, как диджеи с Владом, всегда росли, двигались вперед, хотели больше, выше, ярче, интересней. Сейчас все более локально, наверное. Потому что сейчас мы пытаемся выживать, строить с нуля. Ну, сейчас гораздо сложнее, чем было до войны, соответственно. Испытываю ли я определенное чувство вины? Да, конечно. Сожалею ли я о том, что так произошло? Да, сожалею. Но я думаю, Влад вам скажет то же самое. Если надо будет повторить, мы повторим.